Ах, это лето, как мы ждем его. В надежде, что вот в этот раз удастся отдохнуть на все сто. Чуть пригорело солнце, мы надеваем сарафаны, майки, шорты. Стало жарче, спешим на водоемы. В надежде поймать наш белорусский крепкий загар. И зачем нам берег турецкий, если в акваториях муховца можно приобрести золотистый шоколадный оттенок кожи? Как говорила Алиса Фредли, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Смена погоды вообще не влияет на наши прогулки. Мы как пошли с Владимиром Борисовичем, с мужем пошли на пенсию, мы все время гуляем. Мы каждый день два с половиной часа делаем прогулку. У природы нет плохой погоды. Вся погода разная. Вообще люблю жару и собираюсь ехать отдыхать. Но то, что служит источником радости, зачастую становится фактором риска. Ведь под воздействием солнечных лучей чаще всего и просыпается меланома, на долю которой приходится 80% смертности от всех видов онкологии кожи. В Брескообласти каждый год регистрируется свыше 100 случаев этого заболевания. Причина состоит в том, что у нас в коже есть пигментные клетки, которые дают окрас от розового до темно-коричневых, темных цветов. И эти пигментные клетки, меланоциты так называемые, их функция состоит в том, чтобы защитить нашу козу от пагубного воздействия ультрафиолетового или избыточного воздействия ультрафиолета. И вот такой парадокс, эти клетки, которые должны нас защищать, в какой-то момент могут перерождаться, становиться раковыми и становятся очень злокачественными, очень вредными. Но летом при избыточной жаре или при перепадах атмосферного давления народ страдает и от других заболеваний, особенно люди метеозависимые пожилого возраста с отягощенным анамнезом. Начинает барахлить сердечко, мучают головные боли, у кого-то давление поднимается, у других падает. А если ко всему вышеперечисленному прибавить высокую влажность, получается горючая смесь. Высокую влажность воздуха, например, свыше 85% плохо переносят люди с различными хроническими воспалительными заболеваниями, болезни почек, суставов, а также лица с бронхиальной астмой. А вот магнитные бури плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Считается, например, что 70% инфарктов миокарда, инсультов, гипертонических кризов происходит именно в тот период, когда наблюдаются изменения геомагнитного поля Земли. Метеочувствительными чаще являются люди с хроническими различными заболеваниями. Отдыху отдыхом, но есть все же люди, которые болезненно переносят перепады температур. Пожилого возраста дети пациенты с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми. Основной фактор – это температура воздуха, а не атмосферное давление. Чем выше температура воздуха, тем больше количество инфарктов, гипертонических кризов. При понижении атмосферного давления на 7-8 мм стутного столба снижается концентрация кислорода в воздухе, что может неблагоприятно сказаться для тех лиц, которые страдают болезнями сердца, сосудов, бронхолегочными заболеваниями. Если при этом еще идет такой мелкий дождичек, то ситуация может усугубляться. Высокую влажность воздуха, например, свыше 85%, плохо переносят люди с различными хроническими воспалительными заболеваниями, болезни почек, суставов, а также лица с бронхиальной астмой. А вот магнитные бури плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Считается, например, что 70% инфарктов миокарда, инсультов, гипертонических кризов происходит именно в тот период, когда наблюдаются изменения геомагнитного поля Земли. Все зависит от человека. Если хочешь быть здоров – закаляйся. Гласит советский лозунг, а мы добавим. Ведите здоровый образ жизни, следите за питанием и весом, за своей активностью. Лучше один час пройтись по нашему парку, чем то же время провести монитор компьютера. Погода на меня влияет, потому что я уже на пенсии, и стараюсь открытое солнце не допускать на голову, потому что часто приходится принимать таблетки. Поэтому, а так вообще погода, когда нет дождя, солнце прекрасно. С возрастом уже чувствуется как давление, головные боли, вот так вот. Ну, когда холодно, все равно хуже. Я уже в таком возрасте, что уже, к сожалению, влияет. Влияет, конечно. Но вообще у нас погода хорошая, я считаю. Плодотворно влияет, потому что мне надо ходить, ходить и ходить. Я в любую погоду хожу, в любую. О погоде знают все и даже больше сотрудники нашей гидрометеорологической службы. Их информация, которую они отслеживают ежедневно, говорит о том, что погода в выходные дни располагает к выездам на пикники. На водоемы будет жарко. Что касается июня этого года, то вот истекшие две декады, у нас были в температурном отношении неустойчивы. Среднесуточная температура воздуха была около нормы, в отдельные дни на 2-3 градуса выше, либо ниже климатической нормы. В последние два дня первой декады, это 9-10, и в последние два дня второй декады, 19-20, было жарко. Среднесуточная температура воздуха превышала средние многолетние значения на 5-7 градусов. Если вы прислушаетесь к советам наших респондентов, лето образца 2022 для вас станет удачным, ничем не омраченным. И еще, берегите себя. Помните, мы в ответе за свое здоровье.